Людей, которые могут делать несколько дел одновременно, сравнивают с Цезарем. Кстати, предлагаю одновременно с просмотром этого видео поставить лайк и подписаться. Это канал Назаметку, спасибо, что зашли. Известен случай, когда Гай Юлий Цезарь разбирал бумаги во время гладиаторских боев. Когда его спросили, как он умудряется следить за боем и заниматься государственными письмами, император сказал, что он может делать всё это сразу. Сохранились свидетельства о такой способности Цезаря. Сообщают, что он умел писать или читать, и одновременно диктовать и слушать. Он мог диктовать своим секретарям по 4 письма одновременно, причём по самым важным вопросам. А если не был занят ничем другим, то и по 7 писем. Цезарь не был единственным обладателем такой сверхспособности. Один из известных примеров – французский психолог Фредерик Полон. В 1887 году он читал вслух одно стихотворение, при этом записывая другое. Также он мог выступать со стихами, при этом решая в уме математические примеры. Современные учёные провели эксперимент. Они поставили перед добровольцами 2-3 задачи. Сначала никто не мог выполнять эти задачи в один и тот же момент. Но затем время между переключением с одной задачи на другую уменьшалось. В конце концов, со стороны могло показаться, что они достигли результата. Дело в том, что их мозг просто научился быстро перестраиваться. Важную роль играют грамотное распределение внимания и расстановка приоритетов. То же самое происходит при вождении автомобиля или игре на пианино, когда правая и левая рука выполняют разные действия. Так что объяснение самого Цезаря можно считать отговоркой. Вряд ли он бы стал признаваться, что гладиаторские бои были для него в тот момент не самым важным делом.